Уважаемые слушатели, подписчики, хотел поговорить с вами о довольно-таки серьезной и животрепещущей теме. Это острый наружный геморрой во время беременности и в раннем послеродовом периоде. К сожалению, так складывается ситуация, что большинство боятся обращаться по тем или иным причинам, либо это боязнь, либо это по причинам психоэмоционального барьера, обращения к доктору. Но все же среди беременных женщин очень часто развивается такая патология, как острый наружный геморрой. И хотелось бы немножко рассказать, что делать, куда бежать и, в общем-то, как лечить данную проблему. Потому что большинство заблуждается, что раз беременность, либо кормление уже ранний послеродовый период, то лечить практически ничем невозможно. Это только какие-то народные средства. Нет, это заблуждение. И почему, хочу сказать. Потому что самое лучшее лечение – это профилактика данной проблемы у беременных и, соответственно, у женщин в раннем послеродовом периоде. Наверное, расскажут, что такое геморрой, но излишне. Потому что если там болит и что-то вылезло, то есть, как некоторые описывают, там шишка, картошка, но неважно. Какое-то болезненное образование, то вероятнее всего это геморрой. Особенно, когда это беременность и происходит, скажем так, по-простому застой венозной крови в органах малого таза за счет увеличившей матки. И, соответственно, полнокровие венозной системы малого таза и непосредственно вен прямой кишки, откуда и происходит тромбообразование и острый тромбоз. Также немаловажным для профилактики острого наружного геморроя у беременных является регуляция стула. Потому что задержка стула, нерегулярность стула довольно-таки часто, процентов 80, как показывает литература, также возникает у беременных женщин. Либо в раннем послеродовом периоде. Поэтому, если у вашей семьи, у ближайших родственников есть геморроидальная болезнь, хотя об этом, наверное, редко кто скажет, ну просто обратите на ноги. Если есть варикозная болезнь, нижние конечницы, расширенные вены в ногах, то в большинстве случаев у данной категории людей есть и геморрой, геморроидальная болезнь. Чтобы напрямую, как говорится, не спрашивать и не ставить родственников в неловкое положение. Поэтому самое лучшее лечение это профилактика. Соответственно, если есть два данных пункта, то есть там варикозная болезнь, геморроидальная болезнь у родственников, либо у вас были проявления уже, заблаговременно желательно обратиться к врачу-проктологу. Не к хирургу, не к терапевту, а к проктологу, потому что я исхожу из того, что пирожнику пироги, сапожнику сапоги. Потому что есть свои тонкости лечения, врачи-коллапроктологи знают, какие препараты возможны к назначению, какие категорически нельзя назначать во время беременности. И поэтому, если, как я говорил, есть данная проблема, лучше обратиться, получить компетентное мнение, как заниматься профилактикой и, не дай бог, если понадобится лечение. Почему? Потому что лечение также можно, в общем-то, применять и медикаментозное лечение, и в некоторых случаях даже малоинвазивное оперативное лечение, чтобы облегчить страдания или вообще избавить на данном этапе жизни именно беременности, то есть от данной проблемы. Поэтому, да, когда мы открываем аннотацию, мы увидим много «но». Нельзя, либо нужно посмотреть, превышают ли риски применения. Поэтому хочу вам сказать, что, да, есть препараты, которые разрешены при местном применении на последних сроках беременности. Именно тогда уже практически все органы, системы плода сформировались, и какого-то тератогенного эффекта, тератогенный тот эффект, который будет неблагоприятно воздействовать на плод, у данных препаратов не наблюдается. И для того, чтобы купировать боль, кровотечение, мы используем препараты, так же, как и гинекологи при варикозной болезни органов малого таза, ту же самую флебодию, детролекс, например, да, то есть если это тромбоз узла поставил вам доктор-коллопрактолог, то можем использовать препараты с противовоспалительным и аналитическим эффектом, обезболивающим. И так же с тромболитическим, там, препараты, содержащие гепарин, препараты, содержащие лидокаин, такие мази, как акриол-про, эмло, которые так же успешно используются в косметологии. Многие девушки, наверное, знают, да, эти препараты, потому что их применяют перед тем, как проводить эпиляцию. Вот эти препараты разрешены. Так же разрешены малоинвазивные вмешательства на геморрой дальних узлах при тромбозах, это так называемые, как некоторые говорят, тромбоэктомии, некоторые говорят тромбоэкстракцию, но суть это не меняет, это удаление тромбоэкстракции из воспаленного узла, и, как говорится, первопричины, которая вызвала весь порочный круг и воспаление, и, соответственно, облегчить участь. Это немножко по лечению. Поэтому хочу вас, призываю вас, не стесняться данной проблемы. Ну что ж, да, я понимаю, что сам не посмотришь и другим не покажешь, но все же, да, никто не застрахован от данной проблемы. И вовремя обращайтесь. Почему вовремя? Потому что в первые сутки, если есть возможность, лучше обратиться, потому что тогда доктор-колупрактолог может предложить вам несколько вариантов лечения данной проблемы, да, начиная от малоинвазивного, убрать тромбы и заканчивая свечи, мазить таблетки, как говорится, да. Потому что если вы обратились позже, там, недели или более дней, то кроме консервативного лечения помазать, доктор, к сожалению, вам ничего не предложит. Да, так обширные операции какие-то в данный период не делаются, потому что это может вызвать преждевременные роды. Поэтому лучше этого не делать и избегать, ну или если делать, то только показаниями. И в тех клиниках, где есть гинекологическое отделение, чтобы вовремя можно было данную проблему как-то нивелировать. Что касается профилактики геморроидальной болезни, подвижный образ жизни, у меня скажут, что подумайте побегать с таким животом, да. Но подвижный образ жизни, это не только бегать, в общем-то, желательно пешие прогулки, да, побольше употреблять жидкости, если это позволяет и нет там полноводия. Соответственно, употреблять больше клетчатки, да. В осенне-зимний период клетчатку может заменить препараты семян подорожника, да, так называемый псиллиум, это мукофальк, это фитомуцил, непосредственно сам псиллиум может являться дополнительным источником клетчатки и регулировать стул, чтобы не допускать запоров. Также желательно применение или употребление в рацион, чтобы вы добавили минеральную воду с повышенным содержанием магния, то, что также будет регулировать стул. Почему я останавливаюсь на стуле и, в общем-то, задержке стула? Потому что так называемый обструктивный стул, это у нас, у проктологов, то есть, когда запоры, человек тужится, в данном случае беременная женщина, то это дополнительно травмирует прямую кишку, дополнительно вызывает всхваление, что может поспособствовать проявлению острого наружного геморроя. Поэтому за стулом желательно следить, если какие-то первые звоночки появились, если те препараты, которые я назвал, вы не можете найти, либо, как многие говорят, вы знаете, доктор, интернет мне помог, я пришла к вам или пришел к вам, то желательно не в интернете искать, потому что интернет такая большая, в общем-то, платформа или, как мне один знакомый сказал, большая мусорка, где сложно найти ту информацию, ту нужную информацию, которая поможет. И в основном так устроен наш, как говорится, мозг, что мы сразу самое плохое начинаем искать и думаем, что у нас самое плохое, и уже испуганы, перебегаем к доктору. Нет, лучше просто прийти, получить консультацию. Я считаю, что в клиниках достаточно сейчас осмотры проводятся деликатно, есть какие-то, в общем-то, такие приспособления, вот, допустим, как я, я пациентам или пациенткам даю шорты с дырочкой сзади, да, чтобы, в общем-то, как-то между нами был такой психоэмоциональный барьер, и я видел только вот место обращения, я имею в виду, что если с геморроем, то только геморрой. Поэтому приходите, вовремя обращайтесь, и занимайтесь, как говорится, в силу своих возможностей профилактикой. Если это не получается, обращайтесь к непосредственно коллапрактологам. Если уж случилась такая проблема, острый наружный геморрой, там, тромбоз узла, либо внутренний геморрой начал кровить, потому что наружный геморрой чаще всего болит, внутренний геморрой чаще всего кровит. Это такие, чтобы не углубляться в подробности, лайфхаки. Поэтому желательно все равно обратиться в первые дни возникновения проблемы, чтобы доктор с большей степенью вероятности смог вам помочь, а не назначить какие-то таблетки или мази, которые с сомнительной эффективностью, такие, в общем-то, как свечи из саблепихового масла. Ничего против их не имею, очень хорошие, но не в той ситуации и не при данной проблеме. Поэтому разрешены препараты анестетики с лидокаином, с процентным содержанием, это Эмло, Реливпро, Акриолпро. Также разрешены топические, то есть местные препараты с глюкокортикоидами, такие как гепотрамбин, проктогливинол. Но, опять же, это на последних сроках. Нужно внимательно все-таки ознакомиться с аннотацией и услышать мнение доктора, компетентного человека, который уже не раз наверняка сталкивался с данной проблемой. У него есть ретроспективно, то есть не один пациент пролеченных и успешно пролеченных, чтобы доктор правильно вам расписал терапию и непосредственно подобрал лечение, и вы достигли вместе хорошего результата. Потому что наверняка вы знаете, что нужно лечить не только проблему именно геморроя, но и душу пациента. Тогда будет стопроцентный результат. Когда будем лечить только геморрой, ничего не получится. Это как из истории доктора. А поговорить, да, когда к коллапрактологу приходят. Ну, поговорим, посмотрим, проблему решим. Поэтому, что касается раннего послеродового периода. Также, да, профилактика задержки стула, а именно запоров. Потребляйте побольше воды, потребляйте побольше клетчатки, потребляйте дополнительные источники клетчатки. Это пшеничные, овсяные и другие отруби. Это препараты подорожника, тот же псилиум, мукофальк, фитомуцил. Пожалуйста, эту проблему реши. Да, многие могут сказать, а есть ли там противопоказания со стороны гастроэнтерологии приема данных препаратов, которые будут вызывать повышенное вздутие кишечника и так далее. То есть, есть альтернативы. Есть другие препараты. Оно уже индивидуально подбирается, смотрится о возможных рисках, о возможных противопоказаниях и насколько данные препараты или компоненты препарата могут проникать в молоко, кормящие женщины и непосредственно ребенку. Поэтому я назвал вам безопасные препараты, которые разрешены к применению. Все остальные препараты я не буду называть по этическим соображениям, потому что каждый случай – это индивидуальность, и лучше обратиться все-таки. Также, что хочется сказать, уже если мы затронули ранний послеродовый период, могут, опять же, после самого процесса родов, именно родоразрешения, возникнуть острый наружный геморрой. И это не всегда, если роды естественные, после кесаревого сечения тоже очень часто развивается такая проблема, как острый наружный геморрой. И не всегда это зависит, как многие думают, от механики. Что если ты рожаешь через родовые пути, естественным путем, то возникает геморрой. Нет, тут механизм восстановления кровоснабжения органов малого таза и опять перестройки кровоснабжения, которое в течение 9 месяцев перестраивалось по одному принципу, и потом уже опять вознаблилось, как должно, анатомически. И при возникновении такой проблемы, как острый наружный геморрой, у кормящих непосредственно, пожалуйста, обращайтесь, потому что, как я уже сказал, не буду повторяться, можно лечить там свечи, мази, таблетки. И также можно применять малотравматичные методы лечения, малоинвазивные, хирургические. Потому что, если только представить, да, бедная женщина, которую выписали из роддома, если это еще и первый ребенок, не знает, куда бежать, что делать, еще не присесть, еще доктор говорит, а ребенка на руки брать нельзя, потому что от тяжести. Ну, как-то так себе история. Поэтому разрешены местные анестетики при данной проблеме, да, с содержанием лидокалина, то есть они практически не всасываются и не поступают молокой и быстро выводятся также, да, то есть там, если прекратить даже кормление, то это всего, может быть, на полдня, да, чтобы местный препарат вывелся из организма. Я своим пациенткам рекомендую, допустим, там, сцедиться, то есть сделать какой-то запас для кормления ребенка, провести процедуру, если этого требует, да, по удалению тромбов и, соответственно, потом через полдня восстановить кормление. И как показывает практика, когда мы удаляем тромбы, тромбоэктомию, тромбоэкстракцию из воспаленных геморроидальных узлов, то положительный эффект наступает на следующие сутки, потому что первая причина заболевания, а именно тромб, который находится в геморроидальном узле и запускает весь этот каскад воспалительных изменений, он, в общем-то, отсутствует. И пациентки отмечают улучшение состояния, не скажу, что выздоровления, но они могут непосредственно заниматься своими, скажем, материнскими обязанностями, то есть кормлением ребенка, то есть погулять с ребенком, какие-то, в общем-то, повседневные дела, а не думать о том месте и той проблеме, на которую не посмотришь. Соответственно, в раннем, послеродовом периоде или ближайшие три года, пока вы находитесь в декрете, я чаще всего не рекомендую ничего делать с геморроем, именно с этими узлами в плане оперативного лечения, если мы справляемся с этой ситуацией. Если уж, конечно, ситуация выходит из-под контроля и требует оперативного лечения, в моей практике были такие случаи, когда не останавливается кровотечение, не помогают препараты, то на данный момент в полупрактологии, в медицине все равно же существуют малотравматичные методы лечения именно геморроидальной болезни, именно внутреннего либо наружного геморроя, который позволяет пациентам пробыть в стационаре всего 3-4 часа, потом можно пациента отпустить домой, и, соответственно, качество жизни практически не страдает, а если нарушается качество жизни, то ненамного по времени, и по болевому синдрому также не очень сильно нарушается, что позволяет быстро восстановиться и заниматься, в общем-то, повседневными делами. Поэтому это крайний случай, как я сказал, что оперировать женщины, пока они находятся в декрете. В общем, если у вас какие-то вопросы есть, я попытался рассказать бегло обо всем, как говорится, голопом по Европе. Если вам будет интересно, пишите комментарии, я могу раскрыть каждую тему в плане профилактики геморроидальной болезни у женщин, у беременных в раннем, послеродовом периоде, раскрыть тему лечения, консервативного лечения, либо малоинвазивного лечения, потому что многие после родов обращаются, эстетический компонент, мешают геморроидальные узлы, то есть нарушают качество жизни, не дай бог там кровят, болят, то есть обращайтесь или пишите свои комментарии, я обязательно раскрою эту тему, и непосредственно профилактика уже в послеродовом периоде, то уже пишите комментарии, я буду стараться раскрывать эти темы, которые бегло я рассказал, либо вы можете просто написать в комментариях, чтобы вам было интересно услышать по данной проблеме, потому что я понимаю, что не все придут к улопрактологу, чтобы послушать, просто проконсультироваться, какие-то этические соображения, и когда вот там ковид, помните, были времена, приходили все в маске, я вам хочу сказать, что больше народу приходило, почему? Пациенткам не ответил на этот вопрос, даже не спрашивал, вы знаете, я в маске, только глаза видно, вы меня потом на улице не узнаете, может быть, это правда, поэтому онлайн общение, именно на вебинарных площадках, позволяет, наверное, задать те вопросы, которые бы вы воочию не задали, поэтому пишите комментарии, что вам интересно, мы постараемся обязательно вам ответить на данные вопросы, полностью раскрыть тему, которая вам интересна, и, соответственно, повысить наш, как говорится, всероссийский, мировой, если у нас международные площадки для вебинара, информационные знания о проблеме, которая есть со здоровьем, и подскажем, как правильно решить, куда правильно бежать, какие методы можно использовать при лечении геморроидальной болезни, как и колопрактолог, если будет интересно, мы можем запустить проект и второе мнение, потому что существует много методов лечения, много врачей, которые назначают те или иные методы лечения геморроидальной болезни, поэтому, как предложение мое, такое, второе мнение, если вам назначили операцию, если вам назначили какое-то лечение, пожалуйста, пишите, с описанием кратким проблемой, можете даже какие-то медицинские документы скидывать фотографии, обезличенные, без фамилии, имя, отчество, и, соответственно, мы постараемся вам дать второе мнение, экспертное мнение, потому что мы располагаем возможностью привлечь не только одного колопрактолога, это группа колопрактологов, которые имеют свой личный опыт лечения тех или иных проблем в колопрактологии, и, как говорится, в совокупности мы примем правильное решение и подскажем вам даже, возможно, где это лучше сделать, если брать уголки нашей страны, либо каким методом лучше это сделать, чтобы, скажем, в короткие сроки вы вернулись к обычной своей жизни, и, соответственно, качество вашей жизни восстановилось, ваш воображаемый, как говорится, эффект от операции совпал с желаемым и тот, который получился. Субтитры создавал DimaTorzok